Аэ Кремонит. Игровой айсберг это совокупность мифов, тайн, загадок и фактов, распределённая по уровню запутанности. Сегодня я хочу вам объяснить айсберг Террарии, и в отличие от айсберга Страдью, в котором был контент безумной страны фэндома, он сделан очень качественно. Спасибо FirewaterGamer751 и SubReddit у Террарии. Без них это видео не было бы возможно. Я фанат Террарии, это одна из моих самых любимых игр, которая завлекла меня своими открытыми возможностями изменения мира. К чему это я? Я за свою жизнь успел перечитать английскую вики игры где-то три раза. Я знаю о том, что говорю. Но я добавлю счётчик, показывающий уверенность в собственном мнении насчёт некоторых аспектов. А на этот раз будем считать... слизней. На айсберге предложения, помеченные цветами. Где фиолетовые, факт или в игре. Розовые, теория или канон сообщества. Красный, официальный канон. Серый, не канон. А жёлтый, работа фанатов или мнения. Но держите в виду, что я буду вставлять своё сратое мнение везде. Давай приступим. Часть 1. Космос Разработчики террарии Над террарией работали много людей компании Relogic. Некоторые до сих пор работают там. Другие же ушли из компании. У нескольких разработчиков есть собственные предметы в игре. Также есть те, которые сильно повлияли на террарию. Так что я их вам покажу. Redigit. Основатель компании и создатель террарии. Сенкс. Жена Redigit. Локи. Глава маркетинга. Изначально управлял сообществом. Сейфмен. Управляется обществом в настоящее время. Фуд Барбариан. Друг Redigit и ассистент продукции. Юрайзер. Один из главных программистов с версии 1.3. Также занимается поддержкой моддинга и самими модами. Грокс. Один из программистов. Краунор. Главный спрайтовый художник. Джимар. Один из спрайтовых художников. Работает с 1.2. Лазур. Один из спрайтовых художников. Лейнфорс. Часть отдела по обеспечению качества. Гостар. Тоже работает в отделе по обеспечению качества. Есть люди, которые по некоторым причинам ушли из Relogic. Блю. Один из древнейших создателей Террарии. Сол Санд. Один из программистов. Скифс. Один из программистов и веб-разработчиков. Также работал над портами Террарии на Mac и Linux. Аркхайлай. Также известна как Аркхалис. Работала директором обеспечения качества. Ди Таун. Был директором бизнеса Relogic. 0x33. Также был директором качества. Ти Юри. Был главным спрайтовым художником где-то до начала 2012 года. Сейчас владеет компанией Chucklefish Games. Ред Йоши. Спрайтовый художник. Покинул команду после релиза игры. СПЛУДЖЕН. Работал ассистентом продукции. АРНС. Один из спрайтовых художников. Покинул команду в начале 2014 года. Фелбос. Более известный как Вилл. Один из спрайтовых художников. Также покинул команду в 2014 году. И конечно Вафлз. Одна из спрайтовых художников для версии 1.2. Которая подарила нам стимпанкера и тусовщицу. Мир обучения. Присутствует на консольном релизе, Switch релизе, 3DS релизе, а также на мобильных устройствах для обновления 1.3.0.7. Сделан для того, чтобы собственно обучить новых игроков в управлению и техникам игры. Музыка обучения была добавлена как альтернативная песня дождя. Мир обучения на Switch отличается от остальных. По сути это старый мир версии 1.1. Но в нем выбрали блоки между сторонами мира, создав огромные ямы на целый мир. Также время в этом мире не меняется. Террария Форумс. Сайт форумов по террарии. Там зарождались ютуберы, стримеры, модеры и даже разработчики. Ну и просто сидели веселые чувачки, любящие террарию. Прохождение террарии Пьюдипая. Пьюдипай по запросам фанатов сделал прохождение террарии в 2019 году. Тогда я его еще активно смотрел и прохождение тоже видел. Что могу сказать? Там есть забавные моменты, но чаще всего происходящее на экране вызывало у меня скрежет зубов и неконтролируемую ярость. Всегда, когда он делал что-то неправильно. Кстати, я так своего друга отпугнул о террарии, так что прошу вас, будьте терпеливее к новичкам. Сложность мира и игрока. В террарии есть настройки сложности персонажа, по дефолту у вас классический режим. Но можно усложнить себе жизнь, переключив кекера на медиумку. Тогда вы как в Майнкрафте будете терять вещи при смерти. Или в хардкор, где персонаж исчезает после смерти. Персонаж Джорни Мода значительных отличий от других не имеет. Разве что он может только подключаться к Джорни Мира. Джорни Миры по сути является более легкой песочницей. С доступом к остановке времени, дюпу и прочим плюшкам. Кроме этого, Мира имеет еще три режима сложности. Классика, эксперт с усложненной игрой и дополнительными предметами. И мастер, как улучшение эксперта. Не буду из себя строить хардкор геймера. Хардкор геймера я из себя строю на стримах. Ссылка в описании. Когда я проходил с друзьями мастер, нам было очень больно. Но все равно весело. Официальный лор. На восьмилетие террарии разработчики решили наконец раскрыть завесу тайны и сюжеты игры. Там повисуется об основных событиях вселенной террарии. А также о правилах существования миров. PDF-файл с текстом на английском можно найти на официальном дискорд-сервере террарии. Биом зла. С обновлением 1.2 в террарии можно помимо порчи создать багрянец. Оба варианта важны для прогресса в игре. Икорапшен и кремзен являются серьезной угрозой для игрока. А с хардмодом их распространение ускоряется, и им становится легче захватить мир. Отсылки к другим медиа. На ПК-версиях террарии окно игры каждый раз появляется с разным заголовком. Иногда там попадаются сообщения, рекомендующие другие игры. Также попробуйте Майнкрафт, Edge of Space, Breath of the Wild, но тут соблю. И Донстерф. Помимо рекомендаций игр, заголовок имеет забавные фразы, которые являются отсылками к мемам. Всего я не перечислю, так как большинство и являются отсылками. Но вот самые интересные. Террария 2, Электрик Бугалу. Террария, нажми Альтов 4. Террария, Террария, Террария. И Террария, здесь нет коровьего слоя. Тимодлоудер. Загрузчик модов для террарии с версии 1.3. Позволяет загружать и использовать моды террарии. Логично. С релизом 1.4 Тимодлоудер стал доступен в стиме как бесплатное дополнение к террарии. Если хотите, чтобы я выпустил видео о модах или модовое прохождение, дайте мне знать в комментариях. Случайная генерация. Мирей в террарии используют конкретные алгоритмы для генерации, но конечный результат нельзя предугадать. Тема дня и ночи. Две популярных песни террарии, которые нарушили содержание в игре и переросли в мемы. Террария Азеболт. Отмененный спин-офф террарии. Было сказано, что это RPG-стратегия в альтернативной вселенной террарии, где игроки должны были восстановить испорченный мир. На скриншотах и видео можно заметить множество башен с разными функциями. Плавную физику крюков, древо навыков, а также скилы на оружие вместе с левелингом. В 2017-м реложек выстроили Engine Software подальше, заменив их в Pipeworks Studios, которая кроме разработки спин-оффа занималась портами оригинальной террарии на консоли. Ввы, спустя всего один год, компания анонсировала отмену игры, сказав, что имеющиеся сейчас наработки очень далеки от того, чего они хотели добиться по определенному расписанию, выпустив Азеболт. Жалко, что она не вышла. Саундтрек террария Азеболт стал доступен в оригинальной игре с обновлением 1.4.0.1. Его можно включить через тусовщицу. Старый консольный контент. Портом террарии на консоли и мобильные устройства занимались другие компании, такие как CodeGlue, Ragnet и Engine Software. Эти версии игры имеют эксклюзивный контент. Например, Святая Граната, Кольцо Валентина, ШАРАНГА, улучшенные версии монстров, новые питомцы и, конечно же, Лепус, Туркор Неблагодарный вместе с Аграмом. Я познакомился с террарией как раз через мобильную версию. И мне жаль, что всех этих уникальных приколов нет в ПК-версии. Во всем остальном видео я буду упоминать не обновленные версии D1.3 с консолей и телефонов, как Old Gen версии. Секретные седы миров. В террарии есть опция седов, которая позволяет создавать постоянно одинаковые миры. Разработчики сделали секретные седы, в виде которой ты получишь не просто рандомный мир, а мир, который имеет уникальные свойства, в отличие от других миров. Сид Дранк Ворлд. Создаст смерть с Корапшен и Кремзен в одном флаконе. Некоторые недоступные предметы появляются в сундуках, и много других штук. Название седа говорит само за себя. Сид Нот Зе Биз делает из мира смесь джунглей и улья. Большинство блоков заменены на связанные с пчелами. Про Зе Волзи. Челлендж Мир. Усложняющий игру еще сильнее, чем мастер мод. Например, увеличение входящего урона на 100%. Все кролики становятся взрывными. Поведение боссов переработано. Еще можно использовать зелье Реда, чтобы получить рандомные 30-минутные бафы. А не смерть, как в обычном мире. Сид Селебрэйшн МК-10 спаунит игрока на одном из пляжей, где уже есть NPC с именами и отсылками. Мир покрашен в разные цвета. Легче получить предметы с лучшими статами. И другие радостные улучшения. Последний сид. Зе Констант. Это коллаборация с игрой Дон Старф Тогеза. Главные особенности. Система голода. Темный шейдер. Опасные кактусы. А также убивающая темнота. Возможно, в будущих версиях в Террарии добавятся новые секретные сиды. Террария это 2D Майнкрафт. Террария собрал невероятно большое количество фанатов. А некоторые даже решились сами сделать подобную игру. Да, Террария вдохновлялась Майнкрафта. Но это только часть правды. Кредиджит на форуме в честь 8-летия Террария отвечал на вопросы фанатов. Там Emeraldham178 спросил, что вдохновило разработчиков сделать игру. На что Рэд ответил, что он всегда был фанатом 2D платформеров, где можно было стрелять мышкой. На него повлияли Вормс, Льеро и Солдат. Он сам хотел сделать большую РПГ-игру в таком стиле. Но не знал, как это сделать. У него уже была другая игра, Super Mario Bros. X. А игравшим в неё людям понравился режим постройки уровня. И Рэд подумал, что дать игроку контроль над миром – хорошая геймплейная идея. А потом появился Майнкрафт, который подсказал, как это делать. Но я подозреваю, что тут говорится о другом. Большей части фанатов Майнкрафта на тот момент было меньше 16 лет. Отсюда и растёт неадекватное поведение аудитории. Когда появилась Террария, они ополчились на неё, называя её 2D-клоном Майнкрафта, делая огромный конфликт с сообществом видеоигр. В свою очередь, другие люди противились Майнкрафту, называя его нелепой и скучной поделкой. Я сейчас говорю так, как будто это были интеллектуальные дебаты. Но на самом деле, обе стороны лили друг на друга, чаны говна. Я сам был там, я в этом участвовал. Я подтверждённый военный преступник. Осуждён за хейт Майнкрафтеров. Обе стороны потёрли данные о войне. Новый пульт до сих пор звенит в моих ушах. Знаменитый орх, который можно слышать при призыве босса. Защитник подземелья. Секретный босс, в награду за поведу над которым игрок получает миниатюрную версию того же черепа. Известен тем, что убивает неподозревающих об угрозе новичков, которые просто нашли прикольное здание и решили исследовать. Он убивает игрока одним ударом, но с некоторыми исключениями. А также имеет 9999 защиты. Изначально данным же днём охраняли просто головы скелетрона. Но убийство одной уже считалось как победа над скелетроном. И ради баланса разработчики решили ввести защитника подземелья. Ктулху. Ктулху – оригинальный персонаж, не имеющий правильного произношения. Из произведения Валлавкрафта «Зов Ктулху». Это огромное чудовище с щупальцами на голове, чешуеобразной кожей, гуманоидным телом и парой крыльев. Может влиять на разум людей и регенерировать с невероятной скоростью. В Лори Террарии он – древнее существо, которое появилось неизвестно откуда. И по виду его единственной целью было сеять хаос и править мирами. Он и Лорд, финальный босс игры, на самом деле переродившийся Тулу. Край мира. Мир не бесконечный. Со всех сторон есть границы, за которые нельзя выйти. Что интересно, мир генерируется на несколько блоков дальше, чем мировая граница. И иногда за океаном появляются океанские сундуки. Несправедливо. Если немного сломать эту границу, въехав в неё с невероятной скоростью при помощи модов, ты застрянешь. И нет, я не знаю, как я это делал. События. События. Механика мира, превращающая вашу скучную реальность в что-то рокерское. Ивенты делятся на три типа. Мирные, погодные и нашествия. Среди мирных есть вечеринка, где все надевают шляпы и запускают шарики. Ночь фонарей, где летающие фонари видны в ночном небе. Погода бывает дождливой, песчаной, фетреной и с метеоритным дождём, который испаунит больше звёзд из зачарованных червяков. Остальные ивенты бывалым игрокам знакомы. Так что Кровавая Луна, Слизни Дождь, Нашествие Гоблинов, Армия Древнего, Морозный Легион, Солнечное Затмение, Пиратское Нашествие, Тыквенная Луна, Морозная Луна и Марсианское Нашествие. Часть 3. Поверхность Джунглей. Гид – это Стена Плоти. Популярная теория в сообществе. Из-за того, что Стена Плоти появляется как раз после смерти Гида с участием Куклы Вуду, фанаты строили теории, что Гид и есть мясная плоскость, так как как в примере с проклятием Старика. Но дальше эта теория не заходила. До определенного момента, когда Ред не сказал, цитирую, «Гид официальности на Плоти, на момент сообщения». И после этих слов в террорийском поезде начался сущий кошмар. В сильно порывшихся сообщениях Дискорда можно было также найти информацию о том, что Гид – брат ниндзя-воина, заточенного в Короле Слизня, правнук нимфы, внук Дриады и сын Муллорда. Также Редиджит много лет назад на Реддите поведал, что он создал Куклу Вуду Гида для того, чтобы игроки могли отомстить дурачку за открытие дверей. Как можно понять, Редд воспринимает Гида как комичного персонажа. И его слова – шутка. Официальный лор террорий вносит непонятность, говоря, что Гид имеет странную связь с миром. Ер... Емре... Ри... Еремир. Еремир – ютубер по террории. Сделал много интересных, уникальных и просто хороших видео. И по праву является значимой фигурой в сообществе. Даже упоминался в финальных титрах. Для меня он лучший терротубер. Зелёная кепка. Зелёная кепка – предмет, который падает при смерти гида с именем разработчика. Эндрю. Связь Майнкрафта и террории. В террории, кроме названия окна, есть костюм Крепера. В Майнкрафте на стартовом экране может появиться надпись «Также попробуйте террорию». Конечно, в обоих играх есть и другие мелкие отсылки. Значит ли это, что они в одной вселенной? Нет. Плющ – музыкальный инструмент. Падает со стимпанкера, если её зовут Уитни. Это отсылка к Сенкс. По механизму похожая с зелёной кепкой. Шаман – это ящер. Шаман, судя по внешнему виду, предпочтению джунглей и фразе «Хочу узнать, как празднует ваш вид» является ящером. Глаз ктулху на обложке игры. Посмотрите на эту картинку. Не видите ничего проклятого? Глаз ктулху спокойно гуляет днём. Понятно, что обложка была сделана с целью показать главную угрозу как контент. Красное зелье. Наверное, правильнее будет сказать зелье Реда. В ранних версиях оно было недоступно. Но если кто-то получал его при помощи читов, оно накладывало дебафы. Также оно заменило код предмета «Косый душ». Сейчас оно используется в CD4ZWZ. А его описание отсылает к этому. Нос императрицы света. На достижении за убийство императрицы у неё есть нос. На игровом спрете его украли. Мгновенное появление королевы пчёл. Она быстро появляется, да? Может потому, что пчёлы принадлежат улью? Человеческая кря. Как говорил мой друг, с шансом 0.33% утки вместо кря могут сказать «Куааа». В игре файл звука помечен как «Зомби-12». Вероятно для того, чтобы игроки не нашли пасхалку. Куб Компаньон. Отсылка к игре Портал. Самый дорогой предмет в игре. В качестве компаньона в темноте может тебя ударить. А если упадёт в лаву, издаст звуки смерти культиста-лунатика или молорда. Секреты обучающего мира. В обучающем мире есть интересные плюшки, которые не так легко найти. Прямо под спауном есть огромное месторождение золота. В небе висит летающий остров. В самом центре мира небольшая комната. Слева снизу секретное святилище с супом. А вот тут сундук с той самой большой бомбой. Имбалансный золотой дождь. Золотой дождь – магическая книга, которая накладывает дебафы хора на врагов. Почти все враги не имеют к нему иммунитет. И хор снижает защиту на 15, что очень жирно. Даже если ваш персонаж не маг, вы можете удобно использовать золотой дождь, чтобы значительно снизить сложность врагов. Так что когда в следующий раз ты встретишь накачанного отморозка, ты знаешь, что делать. Имбалансный лук дедала. Этот лук стреляет с неба несколькими стрелами. Тема и отличается от других. При помощи него легко аннигилировать толпы врагов. Но даже на боссах это работает. Многий раз, когда я играл с друзьями, я с чести отказывался его использовать на уничтожителя. Пока на меня орали не лучники. Ключ-кость. Предмет выпадающей защитника подземелья. Призывает питомца черепушку. Кэнсел крюка. Крюк сказал, что он не любит БТС. Кэнселим его. Отмена крюка – небольшая игровая механика, которая позволяет вскорить передвижение. Удача. Механика 1.4. Увеличивается от вылова божьих коробок, правильных факелов в правильных местах, гномов, ивента летающих фонарей и зелий. Значение дальше одного не влияет. Удача влияет на много вещей. Так что легче перечислить то, на что она не работает. Использование патронов, бафы с дебафами, улов рыбалки, восстановление здоровья и маны, лут с мешков, мировые события, дроппера гарпии, защитные механизмы и некоторые дропы с боссов. Смена рецепта терраклинка. Рецепт крафта терраклинка изменился в 1.4, став более легче. Теперь вместо сломанного меча героя, два меча улучшаются другим путем. Грань ночи с эссенциями механических боссов, а экскалибур хлорофитовыми слитками. Крафтим оба истинах, тратим только один сломанный, и получаем терраклинок. Дюб. В разных версиях террарии можно было размножать предметы отличающимися способами. Но во всех можно было просто скопировать мир и забрать из него копию предметов. Самый интересный на мой счет это баг с рамками предметов, включающий в себя аккуратные действия. Дневная императрица света. Призвав императрицу света днем, можно удовлетворить свои мазохистские наклонности. Отчеты ожидал, призывая приколистку света, когда в мире светло. Цепное оружие до 1.4. В 1.4 цепное оружие прокачали, добавив им более приятный мувсет. Раньше они тоже были неплохие, но из-за неудобности использования игроки чаще выбирали другие оружия. Солнце с солнечными очками. Лучший способ показать солнце. Если найдет солнечные очки, солнце тоже их наденет. Зеленые джунгли. Джунгли, как и подобает биома в реальной жизни, очень зеленые. Но небо тут тоже зеленое, что ненормально. Трейлер игры. Bottom text. Отличный трейлер, ностальгичный. Часть 4. Подземные джунгли. Первый фрактал. Недоступный меч, появившийся в 1.4. Очень похож на терраблэйт. Послужил прототипом для зенита. Разработчики решили забросить его, потому что он не чувствовался как оружие ближнего боя. А также спрайт игрока сбивал с толку во время использования. Майнкрафт это 3д террария. Нет, я уже сказал, я не буду начинать трюсню. Прикол в том, что разработка обеих игр началась примерно в одно и то же время. А полная версия Майнкрафта стала доступна позже террарии. Парочка зомби, родители рыбака. Хоба, Ред опять творит хихи. На вопрос, где родители рыбака, он ответил, они мертвы. Вполне возможно, что зомби-жених и невеста являются родителями рыбака. Предметы разработчиков до 1.3. Версия 1.3 добавила в игру предметы разработчиков, как редкий дробь. И они просто стали украшением. До этого предметы разработчиков имели специальные свойства. И использовались для теста игры. Если обычный игрок их каким-то способом получал и надевал, его ждало разочарование, похожее на день Реда. Все миры террарии связаны. В пользу с лором террарии можно сказать, что все миры связаны. Террария – вселенная, а не один мир. Так что, скорее всего, там межпространственная генетическая связь. Имбалансный запинатор. Ну и какой из них? В игре три запинатора. Первый из них – предмет версии 1.0. Похожий по использованию на космическую пушку. Сейчас доступен только в 3DS-версии. Два остальных – новые магические пистолеты. Вариантов до их хардмода. Они выпускают в Раджектайл, имеющий шанс появиться с другим эффектом. Как, допустим, увеличить урон в 10 раз, пройти сквозь блоки или замедлиться. Эти эффекты – отсылка к реальному запинатору. Световой пушки для NES. Она часто была сломана прямо из коробки. И имела серьёзные проблемы с получением сигнала. Выстреляли куда угодно, кроме места прицеливания. Трейд карточки Стима. Коллекция карточек, которую можно получить за время игры в Террарию. На них изображение пикс that go hard. И если собрать 9, можно сделать значок. Ставь лайк, если ты богатый и имеешь фальковый значок. Бог факелов. Я не торч, я просто дунул. Небольшой ивент. Если поставить 101 факел на слое под поверхностью, в тебя начнут стрелять факелы. И если ты это приживёшь, тебе дадут благословение от бога творче, что позволит автоматически ставить факела подходящие биому. Весь ивент – жирная ирония над механикой неправильных факелов биомов, которые понижали удачу до версии 1.4.0.3. Акрам. Финальный босс ултген версии. Он дропает души испорченности. Из них можно сделать кучу вкусных предметов. А по дизайну он напоминает смесь мозга и глаза Ктулху. Если бы он был каноничен, скорее всего он бы был живыми уронами Ктулху, пытающимися соединиться обратно. Имя Акрам – отражение имени Марка, программиста Акрама. Хойка. Хе-хе Хойка. Хе-хе Хойка. Хе-хойка. Хе-хойка. Хойка – очень популярный баг в сообществе террории. Позволяет перемещаться на высоких скоростях за счёт механики засечения неправильной коллизии, проходить сквозь блоки и делать нереальные механизмы. Забавный факт. В какой-то версии баг пропатчили, но фанаты требовали его назад. Так что с версии 1.3 разработчики не трогают функциональность антифункциональности. Легендарный террарион. Йо-йо не могут получить префикс легендарный. Террарион может. Бессмертия рыбака. Не буду вдаваться в безумные теории и скажу, что убийство детей в видеоигре может стать причиной бана игры в некоторых странах, а также повышение рейтинга и ассорби. Так как рыбак-ребёнок вместо смерти он просто исчезает. Бесполезность статуи ангела. Небольшой прикол террарии. У всех сундуков в мире For The Wazi есть шанс в 6,5% заменить первый предмет на статую ангела. Как понятно, эта статуя ничего не делает. Дриада иногда может сказать, почему торговец пытается мне продать статую ангела. Все знают, что они бесполезны. Однако сам торговец говорит, что он такой мусор не продаёт. Эта ситуация может быть отсылкой к тому, что некоторые недоступные предметы при получении превращаются в статую ангела, чтобы игрок не мог ими воспользоваться. Что если все статуи ангела просто убранные предметы? Гоблин-обманщик. Гоблин-настоящий скамер. Иначе как чертило его не назвать. Его должна настигнуть кара. Большая бомба. Большая бомба с картой обучения. Единственный предмет с префиксом. Балансный зоолог. Зоолог использует атаки, похожие на терракрим, которые в свою очередь сделаны по Архалису Архалис. Атака сильная, да. Люминитовые инструменты. Помимо обычных кирок и молотопоров, в игре присутствуют цепные пилы, буры, топоры и молоты. В одном из трейлеров можно даже заметить бур в инвентаре. Проблема с террарией на стадия. Террария была анонсирована на псевдоконсоль стадия, но чуть позже гугл аккаунты Реда были заблокированы. Он долгое время пытался связаться с гугл, но не получал ответа. И решил действовать другим путем. Террария не появится на стадии. После этого мова гугл проснулась и вернул разработчику аккаунты. А террария вроде как появилась на тостерах. Аббревиатура РЭК РЭК – аксессуар, совмещающий в себе радар, анализатор форм жизни и щепчик. Возможно, имя значит «редкие враги и убийства». Бесконечный радиус зенита. На версии 1.4.1 зенит мог атаковать на бесконечное расстояние. То есть можно было включить террарию на два монитора и стать снайпером. Арены из горшков. Цветочные горшки работают как платформы. И в некоторых случаях их удобно использовать как арену для убийства боссов. Привет, крабовая палочка. Связь террария и Dungeon Defenders 2. Коллаборация этих игр сделана на другом уровне. В террарии появилось «Нашествие древних», а в DD2 Нриада стала играбельным персонажем. Туалерариан. Туалет, который можно создать из обычного туалета и сломанного меча героя. Настоящий герой не использует бумагу. Он вытирается мечом для нанесения дополнительного урона ядом. Подусторонние музыкальные коробки. Русский язык и список щит. Название отсылает к террария «Otherworld». Ремиксы оригинальной музыки в силе «Otherworld». Переименование замерзшего зомби. Раньше отмороженный зомби назывался «Зомби и эскимос». Но разработчики этого брали. Потому что эскимосам, или правильнее инуитам, юитам и алиутам, это не понравилось. Семейное дерево NPC. Гид, 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 гид. Кстати, киборг, сын механика и стимпанкера. Рыбак, возможно, сын мертвой парочки. Гольфист и зоолог – это брат и сестра. Это всё, что я помню. Если знаешь что-то ещё, напиши в комментах. Олдген иконки боссов. В первых версиях игры боссы не имели уникальные иконки. И просто использовали этот череп на карте. Печи с изгибом. Старые спрайты печей имели сексуальные изгибы. Закрытые небесные сундуки. До версии 1.2 сундуки на летающих островах были закрыты. Как в данже. Лепус и Туркор неблагодарный. Специальные боссы Олдген консольной версии. Сделаны для Пасхи и Дня Благодарения. Если вы с ними не сражались, не беспокойтесь. Много не упустили. Часть 5. Пчелиный улей. Китайская версия террарии. В Китае многое поддаётся цензуре. Например, показывание костей считается неуважением к мёртвым. Китайская версия террарии имеет много отличий от нашей. Забакованные сообщения о смерти босса. Иногда сообщения о смерти могут неправильно себя вести. И мне даже несколько раз попадались сообщения о смерти босса. Когда битвы с боссом не было. Мешок культиста-лунетика. В игре присутствует мешок культиста-лунатика. Только при убийстве лунатика с него падают сразу вещи. А не мешок на всех сложностях. Смысла в мешка культиста нет. Так как там нет полезных вещей для открытия. Расизм триады. Предпочтение сожителей. Люблю принцессу, шамана и трюфеля. Рыбак немного надоедливый. Я сука ненавижу кольфист. Армия древних бесполезна. Да, я считаю она бесполезна. Пусть и механики Tower Defense интересно реализованы. Но для прогресса они не нужны. Легче победить нормальных боссов, получить с них экипировку и идти дальше. Чем пытаться выформить небольшой кусочек неприятности с этого нашествия. Кровавая луна это метафора на месячное. Аэ Кремонит. Сегодня на уроке русского языка я вам расскажу, что такое метафора. Метафора. Оборот речи. Состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле. На основе какой-нибудь аналогии. Сходство. Сравнение. Кровавая луна не метафора на месячное. Но они связаны. Женские NPC более нервные во время кровавой луны. Размножение холрофита. Холрофит. Руда. Которая появляется в джунглях. Она способна превращать блоки грязи в саму себя. Я думаю, что руда не минерал, а растение. Поэтому она размножается. Так можно ее восполнять, просто оставив один блок холрофита из того, что вы добыли. Но ради всего святого, инокент, пожалуйста, не надо строить хлорофитовую ферму. Стеноплоти. Защитник мира. В сюжете указано, что святость – механизм мира, запущенный освобождением древних духов с добра и зла. Эти духи просто пытаются найти другого подходящего защитника, на замену побежденной стены плоти. При нормальных обстоятельствах мир жил в балансе, пока ты его не сломал. Террария коллектора с эдишем. Продавалась на Амазоне и включала в себя диск с игрой, морковку, графику игры, две коллекционных физических карточки, прилог кирку и постер. Сейчас хрен найдешь. Зомби – это мертвые игроки и NPC. Имеет смысл. Некоторые NPC все же не умирают, а перерождаются, как триады рыбак. Но лично я думаю, что зомби – мертвые люди со времен войны Ктулху. Каждое обновление – финальное обновление. Каждое обновление, меняющее вторую цифру, называлось последним. Потому что так и планировалось, но потом у разработчиков появлялись новые идеи. Но Journey Sand хотя бы титры добавили, тут я поверю в последние обновления. Ветер 2.1.4 В зимнем пустынном биоме тебя встречала пурга и песчаная буря, которая невозможна без ветра. Бесконечные наживки. Равно бесконечные ревроны. Закинув удочку с включенной паузой и выкинув что-то из инвентаря, можно было кинуть еще один крючок. Террариан и Кракен реальны. Партнерство Relogic и OneDrop U.Y.O.S. заспаунило копии этих оружий в наш мир. Копии слабые, без всяких эффектов. Чистая подделка. Древнее видение. Мор, спаунивающийся лунатиком. Если игрок атакует его копию, пока фантазм дракон жив. Представляет собой голову ктулху. 1 на 80 тысяч УЗИ. До версии 1.2.0.3 УЗИ падало с очень маленьким шансом. Грязевой шар. До версии 1.0.5 грязевые блоки имели шанс упасть, как песок или ил. Когда такие блоки падают, они превращаются в снаряды. Лук черепа. Валяется в коде игры. Возможно, должен был заменить скорбь. Или падать со скелетрона. Кормочки биомных ключей. На версии 1.3.0.1 вместо ключей биомов падали их в формочки. А ключи крафтились из ключа храма, формы и душ механических боссов. 7 миллионов ДПС. Урон в секунду, достижимый зенитом. Есть и записи о уроне в более 8 миллионов. Жезл Нимбуса не может иметь мод безжалостный. В теории, лучший модификатор жезла Нимбуса – безжалостный. С плюсом к урону и минусом к отталкиванию. Увы, Жезл Нимбуса не может получить ничего, связанное с отталкиванием. Контент – эксперт и мастер режимов приключения. В режиме приключения можно поставить сложность мира. Следовательно, получить предметы этих сложностей. Терерия. Оригинал имени. Одно из возможных произношений террории. Английский язык прекрасен. Святая граната. Ты хочешь пройти стену плоти за 10 секунд? 12 цветых гранат сделают дело. Предмет есть только в World Gen консольных версиях. И это ссылка сразу на два куска медиа. Монтипайты на святой граиль и червяки. Гольфист – брат зоолога. Зоолог упоминает старшего брата в диалоге. А Рэд Петтер дел то, что гольфист и зоолог – семья. Убранная негативная удача от факелов. После того, как на него знатно наорали, Рэдиджит убрал негативную удачу от факелов в неправильных биомах. А кто БФЕСТ? Игровой ивент из Old Gen версии. Во время него у торговца продаются соответствующие предметы. Связь террории и Edge of Space. Edge of Space упоминается в заголовке игры. А также описание SDMJ гласит «Оно пришло из края космоса». The Legend of Max – веб-комикс, использующий террорию в качестве графики. Лимит уток. У всех мобов в игре есть лимит, который не позволяет им появляться дальше, потому что иначе их будет слишком много. Лимита уток – нет. Если сделать механизм по спалну уток, утки будут плодиться, а нормальные мобы исчезать. Из-за этого можно наблюдать необычную картину. Первоисточник древнего сета. Древнего сета или древнего анубиса. Древний сет брони визуально напоминает запретную броню. И они обе были, вероятно, сделаны по мотиву анубиса – египетского бога. Старые летающие острова. Они выглядели не так круто, как настоящие. Typical King Slime on Pinkies Revenge. Приводится как «типичный король слизней» на «Pinkies Revenge». Pinkies Revenge – старый сервер террорий. Насколько я знаю, он уже мёртв. Админ при помощи мотов спаунил на переросших королей слизней. И заставлял игроков сражаться с ними. Звучит как идея. Дерево ломается топорами. Больше не ломается. Деревянные блоки теперь ломаются киркой. Кристаллы жизни ломаются молотами. Больше не ломается. Помню, как весело было спуститься в шахту, найти кучу кристаллов жизни и понять, что ты забыл дома молот. Ракетные ботинки использовали ману. Всё правильно, ракетные ботинки раньше использовали ману. Хорошо, что убрали. Сфера света. Светящийся питомец сейчас заменён сферой тени. Он жил так долго, что сам стал злодеем. Зенит – худшее оружие. Но я так не считаю. Им балансное, но хотя бы приятно использовать. Олсы – это опять не мили, мили – оружие. Часть 6. Пещеры джунглей. Систем – Дивайд Бай Зеру Эксепшн. Сообщение краша игры. Террория не верит, что все числа равны друг другу и не равны нулю. Поэтому не способна делить на ноль. Концепт Ктула. Как бы выглядел Ктулху в Террории. Так как Монлорд, только более целый и зелёный. Многие верили, что именно он будет финальным боссом. Фаунный Сушитель вдохновлён Террорией. Один из разработчиков Майнкрафта подтвердил, что появление Сушителя вдохновлено механиками с волны босса в Террории. Айсмурн. Кса. Кса души. И нарушение копирайтов. Копирайт – такая скучная штука, которая не позволяет людям копировать что-то у других. Иначе с ними будут судиться. Айсмурн – предмет из Варкрафта. Коса и коса души, или как тут написано, кса – предметы из вселенной аниме Soul Eater. Все три оружия были недоступны с самого введения в игру. А сейчас и вовсе удалены или заменены другими. Одежда водопроводчика и героя. Многие знают, что Рейдиджит – фанат Нинтендо. Эти два сета отсылают к недорослому жарбасу и Ринку. На консолях, кроме консолей самих Нинтендо, эти сеты идут с заменёнными цветами, тоже из-за проблем с правами. Заброшенное событие китайского нового кода. С изменениями версии в мобильной террарии находились штуки, имеющие связь с китайским новым годом. Ивент так и не попал в игру. Мимик джунглей. Это моб, долгое время интересующий сообщество. Когда-то лежал в коде игры, и с него подали только зелье и деньги. Сейчас его можно встретить на CD-Celepression MK10. И он там дропает более интересные вещи. Все его содержимое в каком-то смысле шутка. Вы просто посмотрите. Статуя ангела. Передёшь в бутылки. Вонючее зелье. Уголь. Зелье Рейда. Золотой дождь. Мастбейт. Водяная пушка, терротуалет и сверкающие шарики. Просто компиляция хихий предметов. Падающая луна. Ред говорил, что в качестве финального босса он хотел заставить игрока сражаться с луной, прежде чем она упадёт на мир. Возможно, он вдохновлялся Мажорас Маск. Тусовщица. Трансгендер. Все женщины во время кровавой луны ведут себя более раздражительно. Кроме тусовщицы. Орден гида. Орден гида – организация, занимающаяся перенесением знаний для новых поколений. Гид в твоём мире именно из Ордии, и все последующие тоже. Ты – злодей. Еще как злодей. Ты уничтожил защитника мира, призвал большое количество невероятно сильных угроз человечеству, стёр механизм сохранения баланса или дал ему распространиться до невозможного, убил гида и много другого. Да как ты вообще себя героем считаешь? Самодовольный надутый болван, не видящий последствий своих действий. Нулнорд – кто-то Ктулху. Старая теория, созданная еще до релиза официального сюжета. Я все время считал, что Нулнорд – брат Ктулху. Некоторые думали, что сын. А в итоге это просто перерождение. Супер Марио Брос Экс. Что забыл Марио в моем айсберге по террарии? SMBX – первая игра Реда. Ее он разрабатывал со своими друзьями. Она произвела на террарию большое влияние. Подрывник – дварф. Подрывник – короткий бородатый. Ненавидит гоблинов. Любит взрывчатку и дома под землей. Много его имен – отсылка на имена дварфов из разных медиа. Персонаж игрока создан по мотиву спрайтов Final Fantasy 4. Сравните эти спрайты. Ничем не похоже. В поздних версиях террарии спрайты менялись и обретали свой стиль. Но в ранних, особенно в Альфе, можно заметить очевидное сходство. Кстати, пока мы об этом говорим, небольшой подарочек тем, кто видел мой разбор айсберга с Ардио Уэлли. Ее спрайты персонажей напоминают людей из Хроно Триггера. А там есть ярмарка с серебряными очками. И вот эта махина похожа. Concern DAPE в твитте говорит, что Хроно Триггер – одна из его любимых игр. Кстати, сам советую. Хардмодные враги данжа – павшие герои. В хардмоде появляются новые мобы, более-менее попадающие под описание мифические существа. Вот только данж населен скелетами, а в хардмоде там попытаются уникальные мобы. Такие как скелет-снайпер, скелет-каратист и паладин. Скелеты не появляются из ниоткуда. Они – трупы живых людей. Поэтому я считаю, что хардмодные враги данжа – умершие герои. АРГ Еремира. Давным-давно в далекой галактике. Сенгс запостила небольшое видео, где рядом с ней появился призрак, а на заднем плане играли странные звуки. Фанаты расшифровали это как Морзо Кот. В итоге получили пароль от архива с миром Террари. Это – мир головоломок, где нужно найти правильный путь. Дойдя до самого конца, игрок получал ссылку на скрытое видео Еремира с ютуба. Сейчас это видео в открытом доступе. 5 ID статуи ангела. Я уже упоминал, что некоторые предметы, хакнутые в игру, превращались в статую ангела. Поэтому статуя ангела имеет 5 ID. Белые культисты – ну хотя бы не клановцы. Белые культисты – недоступные мобы, похожие на синих культистов. Вроде ничего большего, но в своё время просто их присутствие в коде создало целый поезд догадок и теорий. Костюмчик, кстати, классный. Торговец-путешественник – азиат. Этот NPC продаёт вещи, связанные с культурами Восточной Азии. Тихие пацаны, есамурай. Призраки – мёртвые NPC. Ну как бы да, но и нет. Призраки и так не игровые персонажи, но тут речь от жителя города. Призраки – те, кого убил пожиратель миров. Взрытые сокровища на Наны. Аниме. В некоторых моментах там появляется террария. Блестящий чёрный кирпич. То, на чём я изначально играл в террарию. Предмет, призывающий маскота андроид в волтген мобильной версии. Тим появляется, когда надо. Если надеть рабу, спаун тима увеличится. Так можно собрать его сет намного легче. Если нажать на подписку, можно увеличить спаун моих видео. Альтернативное имя Санты. Санта может иметь только имя Санта Клаус. В режиме заселения комнаты он записан как Санта Клаус, Санта Клаус. Скучный лук. Недоступный предмет. Если его хакнуть в игру, ты получишь просто картинку в инвентаре. То есть он даже не работает. Отсылка на лук Ликторакона из Дэда 2. Различие игрушки Лезвия Тьмы. Бро, он выглядит немного не так. Азеволт отменили специально. Азеволт был отменён из-за проблем с созданием. Но и сами разработчики говорили, что игровой продукт за такое время их не удовлетворил. Челлендж Фертига. Челлендж с обратной гравитацией. Пройти игру так сложно, но интересно. Картинка Ктулху. Официальный концепт-арт Ктулху, который так и не появился в игре. Олдген питомцы атакуют. Они раньше могли наносить небольшой урон. Было круто. Хоть и мизерные цифры, всё равно приятно думать, что твой кролик сражается. Террария 2. Об этой игре говорится с самого реализа игры. Ничего определённого нет. Разве что разработчики говорили о расширении вселенной. Подозрительная упаковка. Дрон Амазона. Получаемый за заказ игры с Амазона. Джефф Безос. Джефф, моя Безос, ю пейс оф щит. Связь террарий и пиксель пайроси. Пиксель пайроси и ещё одна игра Релоджик. В ней есть отсылки на террарию, как лезвие ночи. Прихорномодная святость. Можно создать святость в прихорномодном мире, если притащить туда соответствующие предметы. Забавно, но это нарушение лора. Торговец может предсказать глаз ктулху. Флаги в коде игры активируются, когда игрок достигает определённого прогресса. Когда он будет способен увидеть глаз ктулху, торговец может сказать, что он чувствует на себе взгляд. 120 миллиардов седов. Седы создаются при помощи генерации чисел. В теории так можно просчитать количество комбинаций возможных седов. Уничтожение бомбы клоуна. Раньше бомбы клоуна уничтожали блоки, как обычные бомбы. Эту фичу, благо, убрали. Краптер распространяет крашен. Ещё один говнюк. До версии 1.2 его плевки превращали блоки в версию Порча. Альтернативные моды. До Тимут Лоудера на террарию моды ставились другим путём. Многие из них уже забыты. Ириф Данджи, Порча или Аду. Раньше в этих биомах играла одна и та же песня. Скорее всего из-за того, что эти биомы должны быть показаны страшно. Но у клип крыльев Реда. Крылья Реда до официального появления имели свойство проходить сквозь блоки. Оранжевое небо Порча. В самых ранних версиях небо Порча было оранжевым. Круто выглядело. Фиолетовый эффект свечения Шахтёра. Раньше при использовании зелья Шахтёра вместо подсвечивания жёлтым руды сияли фиолетовым. Вортекс это чёрная дыра. Башня Вортекса спаунит жуков с эффектом, похожим на чёрную дыру. Постранство мирового барьера. Рой Барьер работает немного странно. Иногда стреляя в него можно услышать звук удара по блокам. А иногда нет. Часть 7. Храм Ящера. Ред убрал Акрама. Изначально Акрам подразумевался как возможный финальный босс. Но Ред убрал Акрама, потому что он хотел сделать рарию везде одинаковый. Кстати Акрам очень ленивый босс. У него буквально искусственный интеллект копирует глаз Ктулху. Культисты планировали возвращение Ктулху и похитили Механика. Епп, культ лунатиков и был создан для того, чтобы вернуть Ктулху и уничтожить мир. Ради этого они похитили Механика. Упоминается в лоре. Ред Наутилус должен был быть боссом. Насчёт этого моба в Релоджик разработчики долго не могли решить. Сделать его как босса или просто моба. У него даже есть выбранный трофей. Культисты и големы хотели заточить муллорда. Ноп. Не канон. Культисты хотели возродить Ктулху, а о существовании муллорда они даже не знали. Возможно речь идёт о белых культистах, поклоняющихся Солнцу. Но их в каноне нет. Ломанный код Террарии. Код Террарии – лапша. Да иендер и деф конечно далеко, но сами разработчики говорили про то, что привязка предметов к айди стала проблематичной. Ибо изначально в игре было примерно 100 предметов. А теперь их больше 4000. Коррапшин оживляет мёртвых людей. И Кримзон – это единый разум, сделанный из грехов. Это опечатка, в лоре говорится обратно. Коррапшин – результат грехов человечества, оживляет людей Кримзон. Только оживлению с приколами они становятся монстрами. Механик посправил механических боссов. Культисты похитили механика как раз для того, чтобы заменить отсутствующие части тела Ктулху механическими. Кстати, пожиратель миров – это не части тела Ктулху, а уничтожитель должен был заменить позвоночник. Было бы прикольно увидеть Кибер-Ктулху, части тела Муннорда и Старик. Мозг-Ктулху, глаз Ктулху и скелетрон – вырванные части тела Ктулху. Ты вовремя спас механика, иначе она бы достроила мозг, и Ктулху был бы возрожден. Старик Удан же находится в плену культистов, и на него наложено проклятие, собирающее скелетронов в него. Специальное издание Террарии, выпущенное для 4-й PlayStation и Xbox One. Вместе с игрой содержало стикеры, нашивку и прикольную карточку. Террария 2 в разработке. Не было подтверждено, но и не было опровергнуто. Голем – это грязь. Еврейский фольклор. Големы делаются из грязи и глины. Учтите, что он в жунглях, где много грязи. Бета Спрайт – королева пчел. Просто посмотрите на это. Все светящиеся грибы – дети трюфеля. Цитата. Мне и так достаточно жить под землей. А такие чертилы, как вы, приходите и кратете моих детей. Будь осторожен, Террария нуждается в тебе. Единственное упоминание самой вселенной Террарии, а не название мира. Неудивительно, что это говорит триада. Взрывающийся снеговик. Вырезанный враг. Предполагаю, что при взрыве он бы создавал блоки снега. Маг Манипэнтс. NPC в коде игры мобильной версии. Имел только одну фразу. Надеюсь, такой хиляк, как ты, не единственное, что стоит перед нами и гладом ктулху. Картинка Луны. Отсылает к картинке Луны на генерации мира. Кристаллы жизни засекаются, как руда. Возможно, они сделаны из металла. Учитывая то, что детектор их упоминает. Redidget отослал письмо о прекращении воздержания SMPX. Как я говорил, SMPX – фанатская игра, где Redid был разработчиком. Nintendo известна тем, что давит всех и вся, убивая фанбазу своими руками. Когда Redid связался с Бинпенбо насчёт порта их консолей, скорее всего, компания требовала от него запретить разработку SMPX. На самом деле, этот теорет – бред полнейший. Redid не связан с остановкой разработки SMPX. Разработчики просто переключились на SMPX 2. Террария на основе террариума. Террариум, как аквариум, только с землёй. Возможно, это послужило вдохновением для названия игры с карманным миром. Гид – брат Ниндзя. Опять смешное сообщение от Redidget. Бесконечный полёт крыльев Реда. Они имели бесконечный полёт, пока не стали доступны всем. Танш когда-то был городом. Танш превратился в то, что мы видим, из-за скелетрона. Оторванного скелета к тулху. Полного ярости и ненависти. До скелетрона там нормально жили люди. Оторванная рука. Недоступный моб из солнечного затмения. Связь террарии и вором с 3. Святая граната. Питомец-щерб. Ещё в некоторой одежде есть отсылки. Башни метателя. Каждый класс в игре имеет башню. У метателя башни нет. Он лошара. Его класс – миф. Сюжет террарии от Reda. Не связан с оригинальным сюжетом террарии. Просто Red любит иногда пошутить в ответах на вопросы. Настоящий щитпостер. Физика грязи. У грязи была физика падения, как у песка. Рыбалка ради Сидлера. Сидлер – меч, который теперь выпадает с плантера. Раньше его можно было просто выловить в джунглях. И это было имбалансно. Киборг не бинарный. Имена киборга состоят из букв греческого алфавита. Или отсылок. Имеет имя отсылающий и на Reda, и на Сенкс. В ранних версиях призывалась статуя королевы. Сейчас – статуя короля. Кому вообще это важно? Самое главное, что он хочет приудариться стимпанкером. Которая хоть и не является его биологической матерью, но зато физической. Пайр Бат Би Джи. Это ютубер. Много лет назад снимал видео по террарии. Вроде даже первым это начал. Сейчас – не снимает. С ним была большая драма, где его нарекли педофилам за то, что он пытался встречаться с несовершеннолетней девушкой. Мое мнение – ему не место в айсберге. Торговец – Батя. Картина «Чей-то отец». На ней запечатлен торговец. Других упоминаний о ребенке торговца нет. Лорд Террарии вводит в заплуждение или неправда. Хе-ш-а-дэ-ф-а-кап. Надень свою фольговую шапочку. Посоветуйся с иллюминатами и спрыгни с края земли. Лорд Террарии официальный и верный, так как он сделан разработчиками. Держите в виду то, что сообщение Рэда нельзя полностью считать каноном. До хардмодные куски кристаллов. В лутген мобильной версии с архидемонов падали куски кристаллов. Их можно было получить до хардмода. Горящий череп. Старое название проклятого черепа. Возможно, раньше он должен был греть. Херу и Грибок. Честно, не фанат Херу. И единственное, что о нем знаю, то, что он выходит из себя на стримах. Теория о том, что Херу с заражением крепка в мозгу, и он теряет память. Невзрываемый Эбонстолм. Версии 1.0 Эбонстолм нельзя было подорвать. В некоторых мирах встречаются баги, из-за которых тоже нельзя его взорвать. Прихожемодный Дракс. В лутген версии можно было найти Дракс в теневых сундуках ада. Кодекс Альфа-кипа. Эншент Севэйкент. Контент-мод на Террарио. У сообщества Мода был сервер в Дискорде. Примерно 6 тысяч человек. Там происходило такое шоу, что оно заслуживает экранизацию от Промаунта. Для понимания тех событий нужно еще одно дополнительное видео. Полностью я это не перескажу. Оставлю ссылку в описании на документ для тех, кто умеет в английский. В главных ролях. Альфа-кип. 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 Майлз Тейлз Прауэр. Мунби. Чарли Дебнам и Юниверс. А также остальные Дискорд-модераторы, которых мне действительно жалко. Что случилось? Альфа-кип в канале оповещения запостил ссылку на гугл-документ, который назывался «Мои внутренние демоны». После этого у модератора Мунби сгорела жопа, и он решил показать всем, какой же чертила этот Альфа-кип. Релиз нам другое оповещение, показывающее странности Альфа-кипа. Расстроение личности. Эротический ролеплей с психически больным несовершеннолетним на сервере. Тирания над спрайтерами и особенно композиторами. Итог событий. Чарли Дебнам и Юниверс навсегда ушли из проекта, забрав с собой музыку. Правые модераторы пришли к Тейлзу, доверному человеку. На сервере был закреплен документ кодекс Альфа-кипа, содержащий компиляцию скриншотов его поведения. А мод был временно запрошен. Честно, если вы умеете читать по-английски, зайдите туда. Это смешная комедия с нотками трагичности. Мод жалко. Большой Бонс и Маленький Бонс. Мод Angry Bones имеет вариации. Большой и Маленький Бонс в ранних версиях имели, но теперь не имеет уникальных имен. Зато статы они сохранили. Джереми Блю Кретт. Один из первых разработчиков покинул команду. В трейлере его можно заметить. Часть 8. Глубокие пещеры. Огненный цветок в аду. Если зайти в правый нижний угол экрана в аду на 3DS и включить режим увеличения, можно заметить Fire Flower. Отсылку на Super Mama Bro. Миры Террарии разумны. Порча Кремзона Святость, созданной самим миром. Миры в Террарии могут чувствовать мысли всех существ, чтобы сохранить баланс мира, добавив добро или зло. Святость исцеляет мир, убивая жизнь. Святость – очень радикальный метод баланса добра. Он убивает живых существ, не различая кого. Великая война Ктулху. Когда Ктулху появился, никто не мог ему противостоять, кроме Триад. Но даже Триады не были настолько сильны, чтобы убить его. Поэтому они нашинковали его и гитнули на Луну. Все, кроме одной Триады, после войны исчезли. Лунарные башни – это иллюзия. Теория о том, что Мулорд высылает иллюзии, которые существуют только в голове. Лучит неправдоподобно, учитывая то, что предметы с башен падают настоящие. 11 вещей странствующего торговца. Шанс того, что странствующий торговец предложит на продажу 11 вещей, в эксперт-моде составляет одну тысячную. Но не считая альтернативных предметов. Классике шанс неизвестен. Отравляющая спора. Моб, которого даже нет в игре, зато есть его баннер. Его нельзя получить. Нон 2. Большой глаз, использующий ту же текстуру, что и бродящий глаз. Но имеет ID перед ним. Возможно, использовался как тест мобов, меняющих поведение. Кстати, пока я рылся в коде, нашел еще Нон 1 и Нон 3. Но там есть спрайты, связанные с ними. Посмотреть нему. Минифлоу инвейдер. Флоу инвейдер в игре выпускает своих миньонов. В игре есть неиспользованный моб с той же текстурой, подразумевающий то, что изначально это должны были быть монстры, а не projectile. Каждый сид основывается на игроке. Каждая копия Марио 64 персонализованным, блин. Отсылка, шутка, не знаю что, по подобию крипипасты. На самом деле, в каком-то смысле это правда. Ведь только в версии 1.3.4 появились видимые сиды. До этого информация о сидах не хранилась нигде. Roars 2. Не риску фрейм 2. Неиспользованный звук, похожий на виск ребенка. Хорошо, что его не использовали. Одержимый игрок с форчана. Ох. Как бы это правильно сказать. На форчане обитают всякие дегенераты, безобидные и опасные для общества. Какой из типов этот, решать тебе. Я нашел скриншот тредов форчана, где люди фигают с одного чела, который создал более 5000 персонажей. Он не делал это при помощи всяких программ. Он играл на этих 5000 персонажах. Он устроил себе мир релеплея, создал страны, банды, секретные темные силы и прочее. Он открывал по сотне окон за раз, чтобы нормально делать ивенты. Честно, я думаю, что он больной. Но я восхищаюсь. Вот она, моя ролевая модель. ИИ зомби из 3000 строк кода. Честно, не проверял. Но возможно, речь идет о типе ИИ боёц, который дан 127 мобам. А еще вспомните про спагетти-код Террарии. Ошеломление. Недоступный дебаф, добавленный в 1.3. Если его все-таки наложить, игрок просто будет медленнее двигаться и прыгать. Аммаш. Потому что грибомолот теряет фиговый каламбур. Этот предмет отсылка на веб-комик легенда Макса. Недоступные достижения. На мобильной версии есть убранные достижения. Но это неинтересно. На ПК-версии есть не сделанные ачивки, упоминающиеся в коде. Сейчас будут мои предположения, за что они давались. Пампкин Смэшер. Убийство короля тыкв. Day of Independence. За убийство летающей тарелки. Behind the Mask. Альтернативная ачивка за культиста. Text Education. За убийство гоблина-шамана. Дэвид Джонс Лока. За убийство либо пиратского корабля, либо пиратского капитана. И Winterhearted. За убийство снежной королевы. Квазовый варп-поджектор. Предмет в коде игры. Как-то связан с марсианским нашествием. Коррабшин это не Орла Затеп. Неорла Затеп. Персонаж из вселенной Лавкрафта. Могучее существо, принимающее облик человека. Описывается как пожиратель душ. Учитывая вдохновение Ктулху, некоторые концепты Нерл Затепа могли быть использованы для создания порчи. Но я в это не верю. Плач Молорда. Фанфик. Очень большой. Считать не собираюсь. Простите. У меня трагический опыт с творчеством фанатов в письменной форме. Террария это мод на Super Mario Bros. SMBX. Первая игра Redigita, где был доступен редактор уровней, который очень понравился фанатам и в итоге послужил одной из концептных идей для Террария. Имя игрока был убит. Редкое сообщение о смерти игрока. Обычно появляется в случаях неожиданных смертей. Таких как от модовых штук. Но и в ванильной версии иногда встречается. Глаз Ктулху дропает кристаллы жизни. В бете игры Глаз Ктулху дропал кристаллы жизни. Дропы костяного змея. До введения теневых сундуков с него падали ярость солнца и огнеплеть. Кристаллы жизни и нормальные горшки в аду. Спаун кристаллов жизни и нормальных горшков был изменен. До этого они могли появляться в аду. Шершни должны были быть мантиспидами. Мантиспид – насекомое того же семейства. В дрелизных версиях какое-то время шершни более напоминали мантиспида. Анимация открытия закрытого сундука. В коде игры лежат два сундука-ловушки. И работают они очень интересным способом. Их можно открыть и ничего не произойдет. Но если навести на них курсор, с игрока визуально уберется вся броня. И у него остановятся анимации, пока не убран курсор. Так можно даже застрять в воздухе. Честно, это какой-то странный сюжет. Релизные спрайты. Спрайты из непубличной версии игры для тестеров. В них очень сильно чувствуется сходство с FF. А некоторые персонажи вообще были изменены до неузнаваемости. Отбрасывание лавы. Давным-давно, в далекой галактике, когда игрок получал урон от лавы, его отбрасывало назад. Это было убрано для того, чтобы игрок сам выходил из лавы. Зелёные зелья восстановления. В ооочень старых версиях зелья восстановления имели зелёную текстуру. Святые семена с демонических алтарей. В Bete 1.1 с демонических алтарей падали святые семена. Часть 9. Лавовые пещеры. Слитые версии террории. Мне знакомы две слитых версии террории. Бета и пре-альфа. Они были загружены в интернет через 4chan. Когда люди поиграли в пререлизную версию, они сильно разочаровались, и это негативно повлияло на мнение об игре. Бета-версия была у бета-тестеров. И использовалась для, собственно, теста. Возможно, есть другие версии, но я их не находил. DD2 Attack Test. Недоступный мог. Судя по названию, связано с DD2. То есть армией древнего. Было бы круто, если на самом деле это фича разработчиков, чтобы протестировать мобов, управляя ими, как случайно сделали разрабы Roar 2. Нойз. Текстура шума. Могла использоваться в качестве замещения спрайта. Метафора надвигающейся гибели. Я подумал, что это отсылка на Doom. Но 1 третий террории вышла раньше, чем Doom. Оказалось, неправильная фразировка. Входит теория, что тряска экрана связана с сердцебиением игрового персонажа. Что произошло с игрой миром? Первые его видео на канале связаны еще с бета-игрой. Он долгое время был активен. Но в июле 2015-го он пропал на 2 года. Позже он вернулся, выпустив несколько видео. И пропал навсегда. Последняя активность была 1 сентября 2017-го года в Твиттере. Больше он на своих аккаунтах не появлялся. Некоторые говорят, что ему нужно было сконцентрироваться на учебе. Другие утверждают, что у него были хронические проблемы со здоровьем. Третьи говорят, что популярный ютубер Нейм связался с ним. И узнал, что он до сих пор играет в террории. На вопрос, куда делся наш чел, он же с вами контактировал. Лейнфор сказал о неразглашении приватной информации Relogic. Лично я считаю, Еремир просто устал от террории и ушел в закат, как герой. Пропавшие седы миров. Секретные седы миров работают необычным способом. Поверх рандомного мира генерируется контент секретного сида. Происходит это потому, что количество символов при обводе сида не максимальное. Если сида случайно содержит нужные символы для активации сида, то мир создав его. Получить настоящие седы секретных миров невозможно. Тимкилз Вулкан Арбалета Вулканический Арбалет обгрейд Святого Арбалета, доступный в Волтген-версии. Каждый снаряд, выпущенный из него, взрывается, а урон наносится всем. То есть даже тому, кто выпустил. Никакие ПВП молот тебя не спасут. Прямо как убийство свалуна. Каждый предмет может быть недоступен. Скорее теория, чем подтвержденный факт. С очень маленьким шансом тебе может попасться мир, где допустим нет браслета ветра. Нам неизвестны седы, в которых генерация мира сломалась. Но такие седы могут быть. Представьте весь мир из грибного биома. Случайно сгенерированные секретные седы. Как я упоминал, если символы седомира случайно совпадут со словом, требующимся для активации специального мира, то вы получите специальный мир. Если вам повезет, то даже специальный сед не нужно будет вводить. Он сам появится. Но вам не повезет. Шанс маленький и, как вы докажете, е. Старый спрайт скелета. Спрайт скелета, который мы сейчас знаем, был заменен один раз. Потом его вернули обратно. А вот вам фиговый скелет. Часть 10. Ад. Другие защитники. Когда стена плоти погибает, из неё выходят древние духи света и тьмы в поисках другого доступного защитника для сохранения баланса. В альтернативных мирах защитником вполне может быть не стена плоти, а кто-то другой. По роли на это место подходят реброн, плантера, голем, король слизней, королева пчёл, королева слизней и императрица света, у которой больше связи по контексту. Все картины комбинируются. Теория о том, что все картины игры можно собрать как пазл и получить большое изображение чего-то. Звучит массивно, но не думаю, что возможно. Это мем среди айсбергов террории. В каждом айсберге есть это. И никто не может ответить, что это. Тут, кстати, расширение файла неправильно указано. Оно должно быть .xwb. Я пока искал хоть что-то, запомнил это. Мои единственные догадки, как-то связаны либо с боевыми топорами, либо с драксом. Но, скорее всего, это обман очка, ибо в файлах найти это невозможно. И ни у одного предмета в игре нет такого Item ID и Data ID. Я даже залез в код игры, и там нет ни одного упоминания. Так что я не верю в реальность этого предложения. Вот и весь айсберг террории. Было очень весело скомпилировать эту информацию в одно видео. Я чувствую, что жизнь свою я прожила не зря, и можно уходить на пенсию. Надеюсь, вам тоже понравилось это видео. Zoom World Deal. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok